всем привет с вами дмитрий урсул в прошлом видео на канале logic pro help я рассказывал о нововведениях в logic pro 11.1 обновление и на самом деле я там указал только самые 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 такие явные нововведения самые полезные самые долго ожидаемые в том числе но там есть еще некоторые интересные улучшение естественно производительности у меня лично стал меньше глючить вот уже сколько больше недели им пользуюсь активно и стал как все бодрее шустрее работать быстрее у меня лично плагины загружаются и вообще сессии открываются как-то пошустрее не знаю может психологически такое ощущение но как-то показалось но я не упомянул об одной важной функции она на самом деле достойно отдельного видео просто показать ее я думаю многим будет полезной кстати следуя вопросам по телеграмм нашего телеграмм чата так или иначе эта функция также была ожидаема то есть у некоторых людей я сейчас упомяну и обязательно перечислю в каких сценариях эта функция будет полезна и я уверен что вы себя среди таких людей кому это будет полезно узнаете что речь идет о баунсинге о баунсинге регионов logic добавил буквально один пункт в меню баунс мы сейчас его посмотрим которые ну по сути очень сильно развязывает руки по работе с баунсингом и так что имеется ввиду когда мы выделяем какой-то регион или все регионы на дорожке неважно нажав на control b у нас появляется окно bounce regions in place то есть когда вообще в целом для тех кто не знает вдруг такие еще остались это полезно ну когда нужно миди перевести в аудио или нужно например записать в уже какой-то звук уже например на руленые эффекты то есть вы хотите что вот вы какие-то базовые эффекты там по саунд дизайну сделали вы хотите чтобы они уже были внутри аудиофайла чтобы не жрало это ресурсы компьютера чтобы это там как-то еще ну не нагружала вашу сессию например или например вы хотите сбаунсить какой-то сложный синтезатор который много жрет ресурсов таких тоже много сторонние особенно в общем вот всегда на помощь приходило это меню то есть просто перевод тех же миди или тех же драмер регионов в аудиофайл и потом естественно это аудиофайл можно просто там как-то экспортировать использовать других сессиях и так далее значит нас появилась новый пункт меню из трех вот таких пунктов то есть у нас есть теперь возможность по-разному баунсить эти регионы собственно значит каким образом это развязывает руки давайте он сейчас все по порядку расскажу доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене и так значит у нас появились такие вот возможности и давайте ну прям я буквально объясню one файл это значит что все что мы выбрали у нас сбаунтится в один файл что самое интересное это касается вообще всех выделенных регионов то есть давайте я покажу вот представьте у нас вот есть здесь дорожка с вокалом у меня есть дорожка с гитарой я их сейчас выделяю и вот мне еще есть дорожка с басом вот видите меня аудио аудио и миди регионы если нажимаю control by то я могу выбрать новый трек то есть на новый трек естественно то что у меня эти регионы находится на трех разных дорожках с разными эффектами обработками и так далее источник то есть source я могу оставить вообще не тронутым лиф чтобы они там не заметили си так далее и вот мы берем это меню то есть я поставлю я не буду стать bypass эффект плагин все те плагины которые стоят на дорожках будут применены к этим регионам причем каждому свои обработки в зависимости от того что стоит на каждой из дорожек и я выбираю например one файл и тут можно задать название то есть у вас здесь смотрите например вокал гитары бас но я так могу например назвать то есть допустим vox gtr bass допустим все я нажимаю ok и logic мне сбаунсил все в один вот такой вот файл то есть я если вдруг из сессии которым я на разных дорожках где-то что-то располагается я хочу вдруг кому-то отправить какой-то единый файл мне теперь не нужно это как-то переносить на одну дорожку или еще что-то я просто выбираю эту команду у меня появляется на новой дорожке вот этот новый гибридный скажем так файл более того скажу что если какие-то регионы я сейчас их выбрал в шахман там таком порядке но если какие-то регионы пересекаются между собой например вот друг по другом то они будут также здесь просто в один файл записаны то есть это тоже важно помнить и таким образом у меня вот здесь на вот этой дорожке в этом новом файле присутствует и вокал и гитара и сразу идет вас ну то есть вот такой вот получился файл не знаю каких сценариях конкретно такой пример будет полезен но может быть кому-то будет полезен дальше отменяем действия вот мы опять выделены эти регионы опять нажимаем control b следующий пункт one file per track это уже ну как бы в данном сценарии на на более актуально то есть у нас мы выделили сразу несколько регионов и для каждого региона будет создан как бы свой файл то есть так как они находятся на разных дорожках поэтому написано что каждый файл создается зависимости от рек то есть я выделю два региона на одной ее дорожке они капс балансится в один файл out соседние дорожке будут балансится в свой личный файл то есть таким образом тоже можно довольно быстро делать баунсы сразу на этиклер жках то есть не терять время по одному не как то не балансите а просто делать баланс сразу там трех регионов которые вам нужно с баунсить то есть тоже ускоряет работаем проектом видите появились дополнительные регионы уже как бы с баунсингом опять отменяем действия выделяем и вот теперь самый последний последний полезный пункт это уже относится к регионам которые выделены на одной дорожке то есть я сейчас нажму control пи и вот здесь есть one file прорезин вот именно об этом часто очень спрашивали в чате например дикторы которые работают с там озвучкой каких-нибудь там не знаю книг фильмов и так далее они записали на ту дорожку свой голос нарезали все там убрали дыхание у них стоит общая обработка с какими-то эквалайзерами там компрессорами так далее и им задача под каждую главу ну например вот у них один файл это одна глава один регион одна глава им нужно эти главы отдельно выгрузить и отправить человеку раньше приходилось это все ну делать копию дорожек переносить каждый регион с каждой главой на свою дорожку и их как бы в реальном времени все вместе баунсить то есть очень много лишних было действий теперь вы просто выбираете one file per region и каждый из этих выделенных регионов в своих границах независимо у вас баунсится также можно применить опять же обработку есть вот здесь я сейчас это нажму также на новый трек перенесем это то есть для каждого региона создается свой с баунсиный вариант этого региона что очень удобного для тех кто работает как я уже выше сказал с какими-то вот такими историями как озвучка или еще что-то или вам нужно быстро какую-то какую-то общую обработку применить к нескольким файлам и эти файлы в своих границах и в своем как бы виде вытащить в какие-нибудь другие сессии то есть ну сценариев тут может быть много я думаю вы уже поняли то есть вот такой простой меню который добавился у нас в обновлении 11.1 которая ну реально развязывает у нас руки для работы вот с баунсингом регионов что ж пишите в комментарии полезно ли вам были было это видео и обязательно пишите свои вопросы по поводу вообще работы с лоджиком в telegram чате нашим лодек про хелп или пишите мне лично я всегда на связи по самым интересным вопросам я всегда делаю такие видео ответы которые выходят по воскресеньям на канале ложек про хелп поэтому обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну а с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока